Вставай Вставай Новый год к намчится Скоро все случится Жень, а что случится? Случится новогоднее настроение Новый год, сегодня 31 декабря Сережа, и сегодня мы будем загадывать Тому желание Да, друзья, этот новогодний эфир Сегодня здесь Серж Позитив Женька Таранова И, конечно же, утрея шоу будет Вот 31 мы взяли и проснулись на самом деле А многие уже не работают Вот именно, а многие отдыхают, а мы все работаем и трудимся на благо страны Вот так вот Сегодня будем делиться самыми хорошими эмоциями Будем поздравлять с Новым годом всех казахстанцев Ну и, конечно же, будем говорить с нашим гостем Потому что гости у нас очень-очень интересные Да, интересные, и я бы сказал даже фэшн-гост Фэшн-гост И, знаешь, такая песня была? Фэшн-гелл А сейчас мы посмотрим фэшн-видеоклип На крайнем природе вставай, вставай Ну вот, доброе утро Наконец-таки, все-таки, этот день настал 31 декабря Да Сегодня будем уже буквально-таки Понимаете, не на день пошел отсчет А уже на часы, на минуты и так далее Именно сейчас Чуть-чуть, да, осталось? Чуть-чуть И мы сегодня встретим год козы Деревянные, синие козы Главное, чтобы никто из вас не был синий и козой В этом году Ну и сегодня у нас в гостях Гость Кто разделит наше приятное утро 31-го Тамара Ломанукаева, правильно? Правильно Я бы говорил, даже не читая Молодец Известный казахстанский дизайнер и постоянный участник, да? Казахстан фэшн-вик Правильно Доброе утро Доброе утро Как ваше утро началось сегодня? Утро началось, наверное, как у многих Социальных сетей Да, конечно Иззависимых Постоянно, да? Иззависимых На самом деле, в последнее время Что-то замечаю, что я и засыпаю, и просыпаюсь Инстаграм, фейсбук А что интересно, лайки? Да, конечно, в первую очередь это, да Особенно, если ты загрузил ночью фото И на утро просто просыпаешься с бешеными глазами Сколько же там лайков шквал Шквал, шквал этих лайков Как приятно становится на душе А ВКонтакте не сидите? ВКонтакте я есть, но я там не сижу, только так Только фейсбук Да, да Музычка и фильмики посмотреть, да? Да Чем завтракаете? Кофе Только кофе и все Вот сегодня 30 и все? Подожди, я сих Да, тогда обеда, потому что, не знаю С утра там покушать, даже какой-то бутерброд для меня Это тяжело Тягость, да? Тяжело, да Ага, вот, понимаешь, вот так вот бывает А мы с тобой встали утром Чтобы не быть толстыми свиньями, поняла? Нужно пить кофе только Причем только кофе Да Сегодня 31-е Какие планы сегодня? Вот, ладно, хорошо Сейчас съемочка, да? Сейчас день начинается так позитивно и хорошо А дальше? Ну, на самом деле я, то есть, этот праздник оставила так Что будет, то будет Что будет, то будет Да, и поэтому, ну, я думаю, что до 12 я буду с мамой А дальше, ну, подружки приглашают А дальше как пойдет, да? Да, как пойдет, да Как называется? А первого, где проснусь, да? Первого, да, где проснусь, я вообще не знаю Главное, чтобы вечером хотя бы домой вернуться Так как мама у меня Мама у меня будет ругать И будет искать, действительно Так, давай Сейчас посмотрим видеоклип, потом вернемся И узнаем все-таки о профессии Тамары, да? Да Друзья, ну вот, вот действительно Сегодня по-настоящему новогодний уже эфир Потому что сегодня 31 декабря Я совсем осталась чуть-чуть для того, чтобы встретить Да, и сегодня у нас еще фэшн-утро Фэшн-утро Потому что у нас сегодня фэшн-дизайнер Да Тамар, а в чем вы сегодня одеты? В свои одеяния или нет? Рубашка от Zara, юбка от Тамары Ломанукаевой И сапоги от грузинского дизайнера и моей подруги Это бренд Sala de Mord Вау! Как звучит, да? Такая, как будто заучила Как вы назвали, что с выросли Скажите, сколько вы уже своей деятельностью занимаетесь? Ну, три с половиной года А до этого... На самом деле, это началось четыре года назад Рассказать, да? Да, конечно Как это все началось, как я к этому пришла Да, я училась в студии дизайна Как раз подходила там к концу учеба моя Год обучения и дипломная работа В общем, во время создания, так сказать Это небольшой коллекции дипломной работы К нам в студию приехал Алексей Джен И предложил поучаствовать нам в конкурсе молодых дизайнеров На тот момент это был впервые в Казахстане Опытный Вот, и началось все с этого конкурса Я, конечно же, не победила Мне было очень обидно Но так как было очень много конкурсантов Которые реально шли на победу И поэтому, ну, не настолько обидно Что не до слез Я обидчивая, конечно Но такая быстро, быстро отхожу И на самом деле быстро прощаюсь Всех простила Всем попорезала Да, и краешком уха услышала Что есть такая возможность у конкурсантов Поучаствовать в Казахстане Fashion Week То есть, как уже выйти на такой уровень, как дизайнеры Ну, я заявила о себе Подала заявку Создала коллекцию Меня взяли Я поучаствовала один раз, второй раз И это было вначале просто на самом деле Как такой интерес для самой себя Сама утвердиться, что ли, я не знаю Не, ну это же теперь больно Когда выходят свои модели А потом ты это ручкой мажешь Да, да, да На самом деле это сначала было так Это и господи эмоции А потом это перешло просто в работу То есть, в планах было поехать куда-то за границу Либо в Москву учиться То есть, на дизайнера одежды Но почему-то это все так закрутилось-завертелось Вот эти три с половиной года И сейчас Они прошли очень трудно Да, просто нету на это времени И это на самом деле работа И большое спасибо Леше, Джену Который просто пришел в тот момент И пригласил поучаствовать в этом конкурсе Дал толчок Да Ну, а есть стереотипы, да Часто он сказал, что там точные женщины Все должны вот дома Какой дизайн Конечно, конечно На самом деле с этим очень сложно С этим очень сложно Столкнулись с этим? Просто об этом рассказывать Это не то, что на самом деле Вот человек Ощущает Да, ощущает Десять лет после школы Я сидела дома Может быть, вы сейчас не поверите Обалдеть? У меня десять лет сидела дома То есть были такие моменты Я не жалуюсь, конечно Но это многие наши девушки с этим сталкивают Восточный, да, так сказать И просто вот Ты не должна учиться Все Ну, мужская сторона Сильная половина нашей семьи Ты не должна учиться Ты выйдешь замуж У тебя будет муж Он тебя обеспечит И все такое Ну, окей Скучно, во-первых Во-вторых Нужно как-то развиваться Нужно что-то делать дальше Там, я не знаю Книжки, интернет Это все, да Но Ты просто понимаешь Что тебе даже не разрешают Пойти там с подружками С девочками в кино В два часа дня Это очень сложно Ну, на самом деле Эти 10 лет Заходили вот так вот Просто тупо дома Потом Наверное, я выросла И заявила о себе Да, и 4 года 4,5 года назад Я просто Ну, очень-очень попросила Мне разрешили Ну, хорошо Пойди для себя Поучись в студии дизайна И как раз Когда подходила К концу учеба И Ну, я начала уже проситься Идти дальше Учиться Что мне это безумно нравится На самом деле Мне безумно это нравится Я очень рада Именно в выборе профессии Это профессия Но Это у меня На самом деле От мамы Передалось То есть У меня мама Этим давно занимается Она с детства Еще шила Там Чуть ли не с 8 лет Вот И как-то я выросла В этой среде Там Среди этих всяких Каких-то ниточек Там Сама что-то шила Ну, как многие девочки Куколкам Там Подружкам Тебе Что-то И мне это нравилось Конечно Но я на тот момент Никогда не думала Что я вот стану дизайнером То есть я вырасту И буду дизайнером Я буду шить сама Там Либо у меня будет Какая-то Своя студия Там Отелье Вот Безумно нравилась Мне с детства Музыка Не буду скрывать На самом деле Я рассказываю Об этом Первый раз Мне нравилась Эксклюзивы Только в будильниках Я была Самоучка Что-то играла На пианино Мне подарили Пианино И на самом деле Я всегда Помню Что мне говорили Какой у тебя слух Тебе надо Обязательно Быть музыкантом Вот И могла Там Любую мелодию Подобрать Но Как-то Это Не знаю Я с этим выросла И не думала Что это все Серьезно Хотя сейчас Жалею Что я не пошла Профессионально Обучаться Но Зато Сейчас Лучше меня Одежду Никто не шьет Нет Ну может быть Шьет Но Кто знает Давайте сейчас Прервемся На видеоглип Потом Все-таки Вы дальше Расскажете Нам свою историю На крайнем природе Вставай Вставай На суть на тузовке В том охоте Заметил Ты заметила Конечно На самом деле Всегда удивляются Рядом сидящие С кем только познакомишься Коллеги И так далее Мои близкие друзья Такие как Татьяну Татьяну Цоль Они джеребцов Их еще очень много Не буду Перечислять Они уже знают Что Тамара Не пьет Ей бесполезно Предлагаю Ехать домой От нее Будет перегар Так что Это бесполезно Поэтому Многие удивляются Как Ты не пьешь Ты же дизайнер Ты же дизайнер У тебя же должно быть Я не знаю Веяние Какое-то Поэтому Не знаю Для меня это нормально И тусовки Ну как бы Дома Об этом не говорится Что это тусовки Мама Дядя Это мероприятие На которое Я должна пойти Показать себя Как фэшн дизайнер Вот Но это не обман На самом деле Поэтому Какие-то такие тусовки Так оно и есть На тусовки Зачем ходить Показать себя Познакомиться Мы с вами познакомились На тусовки Ну и вот так Приумножают знакомства На самом деле Это на самом деле Хорошо Тем более Ты встречаешь Ты понимаешь Что на тусовке Твои люди Твоего круга общения И поэтому Так вот все Зарождается Зарождается Том Насчет коллекции Вы же шьете Не только женскую одежду Как я знаю Ну да Я экспериментировала Делала мужскую одежду Мы делали Индивидуальные заказы И на показах Вот мы у Шамхана Ты не чайчок Или что-ли Да У Шамхана был костюм А с моего показа Как раз таки Это единственный костюм Который остался Я его Давно О нем забыла Он даже не висит у меня В магазине В продаже Его не было Я просто забыла про него Он мне скинул фото И у тебя остался Этот костюм Я его давно хочу Почему его нигде нету Я говорю Ну так так Есть он Вот И Хорошо Большое спасибо Шамхану Что напомнила Обо мне Я от него избавилась Так Ну практиковалась Мужская одежда Но почему-то У нас в Алмате Больше спроса пользуются Женская одежда Женская все-таки Мы делали Даже кроме женской И детскую одежду А в прошлом году Я делала небольшую коллекцию Детских платьев Перед Новым годом Как раз Ну хорошо пошло Но все-таки Мое Это вот Женская одежда Это я в первую очередь Смотрю То, что я сама Одену А какой стиль Ты больше предпочитаешь Или цвета Может у тебя какие-то Предпочтительные Цвета Красный Особенно цвета Цвет это черный Он не считается цветом Но для меня Черный цвет Это Я не знаю Это в первую очередь Стиль Какая-то строгость Сексуальность Да Скажем То, что Это слово Сейчас везде Везде должно быть Поэтому С ним легко работать С черным цветом И он идет Просто к каждому Каждой женщине Любого возраста Я люблю его Сама носить Мы заметили Да Вот Поэтому Не знаю Я в своих коллекциях Чаще всего У меня бывает Просто черный цвет Может быть С каким-то сочетанием Там Либо белого Либо еще Ну то есть Какой-нибудь салатовый Нельзя увидеть Коллекции Это мало Ну у меня были Конечно Коллекции Где черного Это мои первые Две коллекции Где было черного Очень мало Но все-таки Я вот Сейчас Выработался Именно Вот этот цвет Как стиль мой А где магазин Ваш находится Это реклама Нет Мы спрашиваем Это можно рекламу Лайфтаун Торговый центр У нас там Как небольшой шоурум С Леонидом Жеребцовым С самого начала Сейчас к нам подключилась Татьяна Цой Вот Также мы продаемся В Алмалы Торговом центре Это бэкстейдж Шоурум То есть Шоурум Казахстанский Пацановой какой-то политик Сколько Ну допустим Денег надо накопить Чтобы взять Образ Вот Юбочку Я думаю даже не надо копить То есть У меня есть такая одежда Которая Каждый может себе позволить Каждый может себе позволить Да, то есть мы делаем как лакшери Так и для среднего класса И может быть даже ниже У нас очень часто скидки бывают Опять-таки это не реклама Но мы очень часто делаем скидки Так как коллекции создаются очень часто Новые и новые И мы просто от старой избавляемся таким образом Вот оно что Вот за старыми коллекциями будем ходить Поэтому клиенты даже приходят и удивляются Что это за цена Это дизайнерская вещь Да, это дизайнерская вещь Ну а вот у вас такой тандем Да, Леонид, Татьяна и вы Вы дружите Но нету никакой конкуренции Не чувствуешь? Прошла отречная А посмотрите, посмотрите Юбочку лучше Да, да, да Мы с Леонидом дружим с самого начала Поэтому мы в первую очередь друзья Конечно, мы конкуренты Но это все-таки вот Таких рамках Я не знаю Очень часто к нам приходят в корнер Клиенты, которые могут взять там Юбку у Тамарлы Внукаевой Блузку у Леонида Жеребцова И там что-то еще дополнительное Вот Татьяна Цой И с Леонидом это с самого начала То есть бывает клиенты приходят Я продаю там какую-то юбку Я могу сама подвести клиента К одежде Леонида И что-то подобрать То есть это у нас всегда Мы дружим не первый день Поэтому я, слава Богу Я даже не сомневаюсь Что я уверена Что у нас будет так всегда Дай Бог, конечно Естественно, замечательно Хорошо Да, на самом деле Это в последнее время Я думаю, это редкость Вот такая вот именно дружба У конкурентов Поэтому А вот в этом году получается Выступали на Паши? Да Что присутствовало? Я знаю, что каждая коллекция Какой-то тематики Вы знаете, я не выбираю Конкретно тематику У меня даже две коллекции Подряд были Можно сказать В одном стиле То есть Я не знаю, как вам объяснить Но просто Во-первых, этот черный цвет А во-вторых Я в последнее время Очень часто практикую С сочетанием фактурных тканей То есть это может быть кожа С сочетанием с сеткой Каким-то кружевом То есть бархат Ну вот Вы понимаете Красивые ткани А мне интересно А родственников С всех одеваете? Да, конечно Да? Все одевают? Здорово На самом деле У меня вот сейчас После последнего показа Казахстан Fashion Week Было предложение Поучаствовать на Так сказать Родине моих предков Это в Чечне Грозный Fashion Week Это проводилось мероприятие Первый раз И вот Совсем недавно Я оттуда приехала Участвовали? Да, я участвовала Там Я делала Исламскую коллекцию Для Исламских стран То есть Это было для меня Первый В моей практике То есть мы делали Какие-то заказы Но вот прям Чтобы коллекции Безумно понравилось Безумно понравилось Само мероприятие И то, что я вообще Сделала такую коллекцию Может быть дальше И буду продолжать делать Именно вот Линию для Мусульманских женщин А что там присутствовало? Какая особенность? Именно для мусульманских женщин? Ну, то есть Там дресс-код Никаких просветов То, что вы часто Наверное, замечаете В моих коллекциях Где-то что-то просвечивает Там одевается на голое тело Никаких просветов Длинный рукават Длинное полплатье Платок То есть Шея закрыта Все должно быть Четко закрыто Потому что Естественно, был черный цвет Да? Да, был черный цвет Но с добавлением Белого То есть Для них тоже Они видели Конечно Впервые Многие мои коллекции Именно Вопрос был о том Что Почему именно черный? Почему так много черного? Как же так? Там 18 луков Как же они все черные? Как это все Ужасно Ужасно То есть Ну, многим кажется Что Мусульманка должна быть Там только в черном Да? То есть Не выделяться Не быть яркой Но Сейчас Я замечаю Что практикуются Мусульманки одевают Что-то там Ярко Но это пусть будет Все закрыто Да Но как-то Что-то Какую-то изюминку Добавить в этом Не обязательно Прям быть Супер ярко Если все толпы Выделяться Но не черный То есть Черный он На самом деле Если сильно закрывать То человек будет Просто Отталкивающим Его Ну То есть Уже у нас Да Последнее время В связи Со многими событиями Уже Какая-то Реакция Вот именно На девушку Которая идет Вся В черном Просто Уже Какая-то Негатив Если добавить Какие-то изюминки Будет смотреться Уже будет смотреться И по-модному Да В первую очередь Если посмотреть клик На лучшем музыкальном То настроение Что лучше Что мы сейчас И сделаем Давайте посмотрим Сыгранием природы Вставай Вставай Том А вы родом Из Алматы Из Казахстана Да Я из Казахстана У меня и все Родители Из Казахстана То есть Единственное Бабушки Дедушки При выселении Из Чечни Они как попали сюда И никто не захотел Уезжать В Казахстан Стал именно Алматы Настолько Родной Да Поэтому Никуда Отсюда Пока Но А у Тамары Сердце Занято Или Свободно Сейчас Свободно Совсем Недавно Освободилось Новый год Жизнь Чистого Листа Сердце Свободно Нужно Всех Отпускать И Начинать Жить По-новому Самое Главное Насчет Коллекции Откуда Черпаете Вдохновение Что-то Увидели Куда-то Съездили Да У всех По-разному Было И при Поездке В Дубае У меня Была Коллекция С арабскими Какими-то Мотивами При Просмотре Также Фильма Секс Большом Городе Как раз Такие Эта Коллекция Вот Именно Вот По-разному Это Может быть Музыка Это Может быть Просто Вдохновление Так сказать Модницами Нашего города Алматы Их Очень Много Вот Иногда Бывает Просто Повторюсь Опять-таки Вдохновляешься От Самой Ткани То есть Даже Какой-то Фактуры Ты уже образ Образовалась Начинаешь Дальше Сочинять Что-то Да То есть Какой-то Рисунок Уже У себя А вообще Сколько Учиться Над Дизайнером Для того Ну Смотря Где Учишься Да Я говорю Я Просто Закончила Студию Дизайна Поэтому Это Всего Лишь Год Ну Как бы Это Неплохое Обучение Но Нужно Было Идти Дальше Нужно Было Идти Учиться И То есть Потратить На это Годы Да То есть Не Один Не Два Года А Годы То есть Но Сейчас Я Думаю Что Так Но А вот Все Таким Работа Ладно А отдых Когда Отдых Отдых Тоже Конечно Отдых Есть Да Отдых Есть Да Если бы Слышала Сейчас Меня Моя Мама Наверное Там Смотрит И думает Только И делай Что Отдыхаешь У нас Каждый Раз Чуть Ли Не Доходит До Скандала Что Я Больше Отдыхаю Чем Работаю Большое Спасибо Конечно Большое Спасибо Помогаешь Она На самом Деле Это Мой Самый Главный Помощник Мой Спонсор Мой Помощник Вот И Очень Часто И Критик Конечно Очень Часто Я Все Просто Сваливаю На Нее И Сама Там Сонимаюсь Какими То Там Своими Вне Работы Делами Отдых Опять Таки Вернемся Очень Часто Я Ежу Куда За Пределы Казахстана На Мамой Где Были В Дубай Мы Очень Часто С ней Летаем В Дубай Потому Что Она Безумно Любит Эмираты Она Любит Именно То есть Мусульманские Страны Вот И Ну Как-то Я не знаю Может Быть Даже В планах Заняться Там Чем-то Какой-то Работой Тоже У Мамы Есть Такое Предложение Вот Поэтому Каждые Три-четыре Месяца Мы Там Бываем Кто Знает Может Скоро Какой-нибудь Шоурум Откроете В Дубае Да Дай бог А в Турции Были? В Турции Да Была Но На самом Деле Мне Больше Нравится Все-таки Дубай А чем Это Нравится Ну Особенность Я Не знаю Для Меня Там Люди Какие-то Чистые Добрые Несмотря На То Что Там Очень Много Людей Там Не Только Арабы Живут Там Арабов Встретишь Меньше Чем Приезжих Остальных Даже Казахстанцев Да Поэтому Я Не знаю Там Сам Народ Какой-то Не Жестокий Не Злой Ну И преступности Немного Да И преступности Нет Ну Дай бог И у нас Ее Когда-то Не Будет У нас И как Казахстан Растет И Даже Туже Астану Называют Маленький Дубай Да Поэтому Я думаю Что Мы Когда-то К этому Тоже Придем И Станемся Добрыми Хорошими С нимф Над головой Будем Да Построим Такие же Небоскребы Домашние Животные Есть Нет У меня Была Кошка Почему Была Была Кошка У меня Ужасная Аллергия На Ворс И Кстати На ткани Тоже На многие Поэтому Мы Избавились А я знаю Аллергии Нет Ни У кого На Клип Да Давайте Посмотрим Ну Доброе утро Казахстан Тут Женя 31 декабря Не может Это звуки Непонятно Издавала Я Не знаю Что Это Было У нас В гостях Друзья Сегодня Замечательный Дизайнер Вот Она Я Фамилию Забыл Ламанукаева Правильно Тамара Ламанукаева Все Я запомнил Браво Браво Том Но Какие все-таки Планы На 2015 На год Козочки Я не знаю Может быть Это неправильно Что я Планов Не строю Никогда Я очень Люблю Мечтать Но Об этом Нельзя Говорить А планы Планы Ну Работать В первую очередь Работать 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 Да Ну Безумно Я Ну ладно Расскажу О мечтах Такой вот Одну Большую Мечту Да Одну Большую Мечту Я Безумно Хочу Семью Хочу Большую Семью Детей Любящего Мужа Любящего Мужа Который Будет Позволять Работать Будет Позволять Работать Конечно Обязательно Который Сам Будет Работать Естественно Вот Том А подарки Какие они Готовили Для родных Близких Конечно Я уже Все Приготовила То есть Именно Это Я Кое-кому Вещи Своего Бренда Кое-кому Какие-то Сувенирчики Вот И очень Много Подарков Так как У меня Много Друзей Много Родственников Это Сережа Хочет И выключить Да Да У меня Есть Сумки Шоколадка Вот Это Уже Хорошо Подсластите Нашу Жизнь Подсластите Нашу Жизнь Ну что Спасибо Большое Что Тимут Сегодня Посетила Рассказала Что Вообще У нас Происходит На модном Вот этом Всем Поприще И Вот Прямо Сейчас Ты можешь Пожелать Нашему Всему Казахстану Доброму Хорошему Пожелание 2015 Ну и да И доброе утро Ну в первую очередь Я хочу пожелать Исполнение Всех Каких-то Желаний То Пусть Сбудется То О чем Вы Мечтали Весь 2014 Год Оставайтесь Модницам Просьба Оставаться Всегда Такими же Модными Такими же Стильными Модниц у нас Очень много Безумно Красивых Женщин Просто Счастья Вам Любви И Будьте Будьте Просто Счастливы Улыбайтесь Почаще И в этом На самом деле Если вы Будете Улыбаться Будет У окружающих Тоже Счастье Улыбайтесь Извели Вам Большое Спасибо Что Пригласили Меня На самом деле Очень Позитивное Утро И Не забывайте Про нас Том А я вот Хочу Вопрос Спросить Вы сказали Про Модниц Последний Вопрос Про Модниц А все-таки Обращаете Внимание На стильных Мужчин Вы считаете Что мужчина Должен быть Стильным Ну конечно Должен быть Но На самом деле Мужчины У нас Наверное В первую очередь Любят Больше Комфорт То есть Стильными И модными Они могут Себя Только Где-то Показать На Каких-то Мероприятиях А так Трехос Лампас И туфли С острым Носком И поехали Ну что ж Спасибо большое За это утро Друзья мои Убедимся Сразу же После клипа Вот и Закончилась Наша передача Ты знаешь Вот и закончился Даже я хочу тебе сказать Больше Год И давай пожелания На 2015 год Всем телезрителям Желаю я Наверное Самое главное Любви Потому что Любовь Правит Миром И так же Оставайтесь На главном Музыкальном И никогда Не изменяйте себе И своим принципам Если они Конечно не вредят Окружающим Ну а я Присоединяюсь К пожеланиям Нашего Сержа коллектива Ну так просто Женька опять Проехалась На мне Друзья мои Пусть вам Козочка Принесет Больше капусты Вам Пусть козочка Принесет Только счастье Любовь И здоровье В ваш дом И конечно же Утреннее шоу Будильники Не прощаемся А говорим лишь До новых встреч До нового года Потому что в новом году Мы вернемся вновь И конечно же Порадуем каждого из вас Все С новым годом Вставай С первыми лучами Вставай Миски для меня Открывай С дыханием Природы Вставай 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 С первыми лучами Вставай Целовать Не забывай С дыханием Природы Вставай 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 С первыми лучами Вставай Миски для меня Открывай С дыханием Природы Вставай 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 С первыми лучами Вставай Целовать Не забывай С дыханием природы вставай, вставай